Так, девчонки, была я сегодня в магазе по-быстренькому и заскочила на пункт выдачи Вайлбериса. Заказала я себе вот такую вот мастику сахарную для лепки и декора. Здесь 100 грамм, я думала она будет большая, она очень маленькая. Но с сиреневой еще пришла примерно такого же цвета, как заказывала. Розовая тоже. В конце концов, если что, можно подкрасить просто добавив краситель. Но голубая, которую я заказала, пришла вообще синяя. Вот. Ну, не знаю, посмотрю, как в деле. 80 рублей за каждую пачку. Вот 100 грамм, в принципе, не сильно дорого. Ну, попробую ее в деле, потом скажу. Заскочила я у нас в магазин Сударушку. Купила себе вот такую вот такую скульптуру, вот такую скульптуру, здесь 10 грамм. Вот. Русский аппетит. Послышала, что очень хорошая марка, вот этот «Русский аппетит». Поэтому взяла. Это у нас Челябинская область, город Челябинск. Также купила вот сахарную пудру этой же фирмы. Она мелкого помола, то есть здесь нет комочков. Очень-очень неплохая. 50 грамм. Взяла себе две пачки. 100 грамм, ну пусть лежит. Взяла себе корицу. 50 грамм для имбирного печенья. Это «Натрули» фирма. Кто у нас производитель? Домодедова. То есть все наше, все российское. Так, заскочила тоже в том же магазине. Взяла себе вот такую рассыпчатую пудру «Revoluums Pro». Фиксирующая пудра. Прозрачная. Я давно хотела себе белую прозрачную пудру. Наконец-то я ее приобрела. 220 рублей она стоила. Взяла себе вот такую вот масочку от «Косметолог Я». Отбеливающая крем-маска для лица. Обновление сияния. Гликолевая кислота, молочная кислота. Взяла ее в основном, чтобы посмотреть, насколько она глаживает следы пост-акне и выравнивает цвет лица. Вот ради этого взяла. 85 рублей. Если не понравится, возьму золотую. То есть у нее очень дорогая масочка. Сколько тут? 75 миллилитров. Взяла себе серию шампунь и бальзам. «Совершенные волосы». «Перфект Хайр». Шампунь «Преображение». Для восхитительной красоты волос. Идеальный уход. Красивые, здоровые волосы. Так. Что тут у нас? Ну вот. Эффективно очищает, питает, укрепляет, стимулирует рост, нормализует гидролипидный баланс кожи головы, наполнит волос. Ну вот. В общем, 12 эффектов. Попробую. Я покупала сыворотку такую. Мне очень понравилось. Решила взять серию. Вот шампунь. И вот бальзам. Тоже бальзам «Преображение». Здесь 300 миллилитров. Здесь 470 миллилитров. Шампунь 125 рублей, по-моему. Бальзам 115 или 120. А этот 115. А этот 115. 10 рублей. Вот неплохо. Ну, белорусская. От компании Vitex. Хороок. Ну, попробую серию и скажу уже, как это. Потому что сыворотка мне очень понравилась. В общем, такие небольшие покупочки у меня были. Наверное, с этого и начнется новый влог. Сейчас буду делать бизайна палочки. Как бы мне опять не перепутать. По-моему, все-таки это правильно назвать я делаю на основе швейцарской меренги. Потому что итальянская делается с сиропом, а швейцарская делается на водяной бане. По-моему, так. Но могу опять же шипаться. Швейцарская и итальянская. По-моему, все-таки это швейцарская меренга. На выходе покажу, какой результат у меня получился. Хочу сделать их как на день рождения, так и просто покушать. То есть поставить, положить в коробочку. Они очень долго хранятся. Поэтому постепенно буду делать. Вот, в принципе, на этом пока все. Хочу показать, какие у меня получились елочки. Я в первый раз делала меренгу на палочке. Такие вот. Коробочки. В следующий раз обязательно я... Что-то какая-то некрасивая, потому что дочка отвлекла. Вот. Я обязательно покажу видео рецепт. Вот. Ну и также маленькие. Здесь у меня три красителя. Вот. На какой вот, на этой, наверное, будет видно лучше. Здесь розовый, бирюзовый и фиолетовый. Или, может, на вот этой. Тут украсила такими звездочками. Тут что-то вылезло. А не-то просто отломалось. Вот. Кусочек. Также украсила такими посыпками. Вот это чуть-чуть треснула. Немножко, наверное, передержала. В эти две забыла вставить шпожки. Поэтому они вот такие получились. Вот такие. Такая красота. Так, дичонки. Только что была на почте. Получила свою посылочку из Китая. Это полигель вместе с лаками. Правда, полигель вот такой вот маленький. Это белый еще. У меня там розовый. Вот. Весь набор покажу чуть позже. Я уже просто его вскрыла. Вот. Это типсы. Вот они. Вот. А более подробно покажу. И уже попробую, может быть, сегодня, может быть, завтра сделать уже себе полигели. Полигелевые нарощенные ноготочки. Буду ходить с красивыми ногтями. Так, дичонки. Подробно показываю набор. Извиняюсь за посторонний шум. У нас просто еще продолжается ремонт. Такие вот типсы. Вот. Еще не мерила. Посмотрю, какие они будут. Но я думаю, что на моей ноготочке можно будет найти. Вот. Вот такие вот полигели. Сейчас с вами откроем. Тюбик маленький. 15 грамм. Все поближе к сердцу. Вот. Где-то... Ну, в принципе, 15 грамм. Я думаю, на раза 3-4 мне хватит. Может, даже на больше. Вот такой же белый. Просто распечатаю. Вот. Выдавливать не буду. Так. Ну, все запечатано. Зафольгировано. То есть, значит, для этого-то никто не... Вот. Беленький такой. Вот так. Дальше. Что еще? Смотрим. Ну, тут и жидкость. Тут 60 миллилитров. Она... Она не зафольгирована. Пушер. Пушер – это вещь хорошая. Причем, совершенно неплохой. Нео супер-острый. Но при этом заточенный. То есть, это двигать очень удобно им будет. Ну, кисточка, кстати, не такая, как у меня были из фикса. Она более плотная. Малайзия-то приходила. Так, а так же заказала себе 4 гель-лака в оттенке. Восьмом, двадцать шестом, шестьдесят четвертом и втором. Я по ссылочке на это все вставлю. Давайте посмотрим. Второй оттеночек. Так, он вот такой нежно-розовый. Так, теперь 0,8. Кто был такой розовенький. Такой вот бирюзовый. Бирюзово-голубой. Я его сделаю на ромашку, потом вам покажу. Так, это 64-й, это бомбардо. Нет, это темно-бирюзовый. Хотя, надо посмотреть ее по ссылочкам. По-моему, никто не должен быть не таким. Вот он, красный такой, алый. Это двадцать шестой. В общем, вот такой наборчик. За весь набор у меня, по-моему, 700 с чем-то рублей было. И заказывала я его 11.11 на распродажу. Так что ссылочки все оставлю. Кому интересно, переходите. И когда сделаю ноготочки, обязательно покажу вам. Сниму, какие они получились. Так, сегодня у меня масочка от Вилента Animal. Я сегодня панда. Вот. Питательная масочка такая. Релакс. Бабушка с девочками и папой. В другой комнате. Есть возможность по-релаксировать. Доча сказала, что мама не бабай. Вначале мама бабай, потом мама не бабай. Вот так что. Вот так. Что у нас интересного? Нового. Наверное, пока ничего. А, нет, как это ничего? Господи. Я уже совсем этот... У меня, у младенькой, вылезло два зубика. Сразу два снизу, два средних резца вылезло. Вот. Только мы отметили 6 месяцев, а через 2 дня у нас зубики. У нас, наверное, от этого были сопли. Вот. Поэтому. Такие у нас дела. Вот. Потихоньку-потихоньку готовимся к дню рождения, к Новому году. Думаем, что подарить, что покупать. У нас декабрь богат на дни рождения. У нас укрестные у Аньки на день рождения. У моего крестника день рождения. Вот. Такие у нас дела. Да. Пришли мне полигели. Я вам их уже показывала. Вот. Наверное, сегодня, завтра сделаю ими ноготочки. И покажу уже вам. Какой у меня результат получился. Это мои копоты страшные. Надо их приводить в божеский вид. Вот так. Кто? Все на месте. Без паники. Кто, мама? Тут никуда не пошли. Бабай. Мама не бабай? Мама не бабай, мама Оля. Добрый день всем. Иду сейчас в магазин. Была я в парикмахерской. Ну, точнее, как в салоне, в парикмахерской. Как хотите так и называйте. Сделала себе полировку волос. И не такую небольшую стрижку. В виде лесенки вот спереди. Такой стрижкой я ходила очень давно. Она по прошествии времени, я поняла, что она для меня самая актуальная, самая удобная. Можно и в хвост собрать. И спереди небольшой объем. И назад она очень хорошо лежит. У нас сегодня достаточно тепло. 3 градуса. У меня старшая дочь сопливит. Дико сопливит. Младшая тоже подхватила. Но, как выяснилось, у младшей еще и 2 зуба вылезло. Сразу 1-2. Вылезли зубы практически как и у старшей. В 6 месяцев. Только у старшей чуть попозже. А у младшей чуть пораньше. Но все равно в районе 6. Вот. Сейчас капризная младшая. Ест хорошо. Но вот нос у нее забит тоже. Скорее всего от зубов. Иммунитет ослабленный. Поэтому подцепила от старшей. Вот. Иду в магазин. Хочу немножко приобрести себе, так сказать, бабских штучек. Бабских тюбиков. Как у меня можно назвать тюбики у юбики. Вот. Что еще? Хочу запустить рубрику. Рубрику косметичка. Для какой цели это делаю? Сейчас у меня нет особой мотивации краситься каждый день. Потому что я в основном сижу дома. Вот. Когда... Когда ты сделаешь какое-то видео. То есть какую-то тематику видео выбираешь. Уже есть возможность этим пользоваться. И делать это для того, чтобы закончить. Поэтому хочу запустить такую рубрику. Вот. Продуктов много начатых. Которые уже действительно надо добить да выкинуть. Поэтому именно для этого и хочу запустить эту рубрику. Тем более сейчас конец года. Вот. К концу года хочу многое что добить и доиспользовать до конца. Так. Девчонки. Вот был сегодня у меня выход в свет. Так сказать. Заходила я в магазин. Мелмиса. Также залетела в фикс. Взяла вот фикс. Такие вот бумажные полотенца. Коробочку такую. И подарочную. Точнее как подарочную коробку. И корзиночку такую. Сюда я хочу, как я вам уже говорила. Снимать косметичку на месяц. Туда буду вкладывать продукты, которые буду использовать. Взяла вот такие наклейки. Посмотрим. Так. В Мелмисе я взяла вот такой вот шампунь. Облепиховый шампунь. Питание и восстановление. От натурс Сорби. Куржентуральный Сибирь. Вот. Я взяла. Вот. Взяла его для Мелмана. Так. Сколько он? Он 136 рублей 50 копеек. За пол литра. Это со скидкой. Без скидки он 195 рублей. Так. Вот. Так. Взяла так дальше. Гель для бровей от Artvisage. Коричневый. С депантенолом. Он стоил 104 рубля. Вообще, в основном, 139 рублей. Со скидкой вышел 104. Так. Набор румян от Lamell. Сколько он у нас? Он 261 рубль 50 копеек. Был 349 рублей. И консилер, камуфляж, мат от Essence. Вот он. В оттенке 20. Это слоновая кость. Он стоил 209 рублей. Его оригинальная цена 279 рублей. Коробочка вот эта 55 рублей. Вот эта кардиночка 11. Наклейки, по-моему, 50. А рулоны бумаги 77. По-моему, уже говорила. Прошу прощения, что не показываю поближе. Я сейчас с малышом на руках. Поэтому уже вот в таком вот виде. Кстати, вот доделала я яйцо. У нас тут такой вот сзади будет кармашек. Куда я буду все складывать? Это наверху все напечатанное. Сейчас я вклубь. Ой, подойдет яичко. Вот такой киндер у нас дочь получит на день рождения. А поменьше я делаю на Новый год.